здравствуйте все вот и снова суббота полдень и мы с вами встречаемся на самарском телеканале губерния в программе ручная работа смотреть этот телеканал можно в режиме онлайн на сайте губерния tv.ru в любом в люб из любой точки земного шара представляете как здорово а если вы не успеваете в субботу к экранам мониторов или телевизоров у вас есть возможность посмотреть тоже на сайте телеканала губерния эту программу в архиве она там лежит и ждет вашего внимания также вы можете присоединяться к нашим группам в контакте на фейсбуке в твиттере а если вы хотите узнать последние новости или оставить свои комментарии или написать мне письма адреса прежние адрес электронной почты и мой дневник радости жду ваших комментариев писем а сегодня тема нового урока в прошлый раз когда мы с большим увлечением с наташей дроздовой шведовой расписывали бутылочки очень многие внимательные телезрительницы углядели вот эту вот дивную баночку достоинство ее в том что она прозрачная то есть видно содержимое очень удобно использовать для полезных мелочей но еще и в том что крышка совершенно неповторимая моя вот украшена веточкой дерева фейхоа совершенно замечательная и меня уже многие попросили показать а как же вот это вот все делается сегодня с удовольствием расскажу и если я использовала для этой крышки вышивку которая у меня уже была сделана давно то сегодня мы с вами вышьем совершенно новые цветочки и для этого нам понадобятся ленточки и бисер а начнем с эскиза и эскиз наш будет очень простой постольку поскольку мы будем вышивать украшение для крышки вот такого размера у меня крышка будет и я сейчас придумаю условно расположение цветков конечно можно вышивать по принципу куда заведет иголочка но лучше когда у вас есть хотя бы примерное представление куда двигаться ну и примерно очень простой рисунок очень и несколько листиков что мне больше всего нравится даже самые самые начинающие с легкостью справиться с вышивкой этих цветочков я вывела ленточку на лицевую сторону как закрепить ленту в игле и как закрепить окончание ленточки я уже вам рассказывала вы это уже знаете и эту же ленточку я увела рядом рядом с той точкой в которой она выходила у меня получилась вот такая вот милая петелька цветок наполовину готов как его завершить для этого мне понадобится бисерная игла и рабочая нитка в середине ввожу иголочку с ниточкой обратите внимание я сейчас буду использовать свое самое самое любимое закрепление у меня нитка вставлена в иголку вдвое так что с одной стороны два хвостика с другой стороны петелька и я внутрь этой петельки заведу иголочку все и узелка нет и держится очень крепко и очень надежно вот это мой цветочек сейчас я его центр украшу бисеринкой я приготовила бисер разных фактур размеров можно выбрать тот который нравится больше в данный момент покрупнее или помельче вот такая сиреневенькая бусинка цветочек небольшой а бисерина достаточно крупная поэтому одной штуки для закрепления и красоты мне хватит иголку когда вы оставляете какой-то процесс лучше оставлять с лицевой стороны чтобы вам ее было видно а с изнаночной стороны пальчиками страховать так чтобы нитки не мешались ленте проходить и вот точно таким же образом я сейчас и вышью согласно своему генеральному плану несколько цветочков узор конечно же будет на ваш вкус вы можете сосредоточиться с одной стороны вышить полумесяц по кругу как вам нравится самое главное что это просто и доставляет огромное удовольствие как ни странно мы с вами умудрились ни разу не сказать о том что такое ленточный стежок обратите внимание лента отличается от нитки тем что у нее есть плоскость благодаря этому вышивка продвигается достаточно спора быстро и благодаря этому мы можем лентой вышивать не так как ниткой нитку я конечно же сразу увожу в ткань а ленту я могу проколоть иголкой у меня получится ленточный стежок который вот сейчас я изображу листик заострится на конце смотрите что получилось ленточка у меня кончилась достоинство вот этого вот вида вышивки заключается в том что здесь у нас сразу участвует рабочая нитка я ленту срезаю с иголки кончик оплавляю чтобы ленточка никуда не делась а потом рабочей ниткой этот хвостик закрепляю дополнительно и теперь уже точно все будет надежно и эта красота будет радовать нас долго предлагаю закрепить пройденное я хочу добавить листиков зеленой ленточкой и сейчас я буду делать исключительно ленточные стежки чтобы вы запомнили что это такое вот смотрите ленточка выведена для того чтобы вышивка была более объемной еще более красивой обязательно чуть-чуть сдвигайте ленту к тому месту где она вышла из ткани это нужно для того чтобы лента легла лежала не безжизненно плоско а имела объем и вот ввожу иголочку в ленточку и завершаю стежочек когда вышивку введен еще один цвет пусть это будет зеленый она начинает смотреться сразу еще более красиво еще более органично я могу ввести иголку как в центр ленты так и в краешек у меня получится боковой ленточный стежок а листик будет выглядеть немного иначе как будто его завернула ветром в одну какую-то сторону ну вот на мой взгляд достаточно смотрите в течение буквально пяти минут мы с вами освоили новый вид вышивки новый вид цветочков очень мило и очень просто каждому под силу а теперь превратим обычную банку вот в такую вот дивную красоту естественно для того чтобы декорировать банку эту банку надо сначала найти когда мы снимем с банки все этикетки могут остаться вот такие неприглядные липкие следы водой они не смываются естественно у нас есть помощник мы ацетоном воспользуемся и сделаем нашу баночку прозрачной красивой и очень привлекательной вот навели красоту совершенно замечательно мне нравится что получается и вот смотрите здесь у меня крышка с юбочкой я закрыла боковинки боковые части и немножечко другой принцип здесь мне очень нравится крышка и очень нравится вот это вот металлическая поверхность я ее хочу сохранить для того чтобы у меня закрыта была только верхняя часть крышки я использую картонную форму картонную заготовку которую обтяну вышивкой раскрываю еще одну военную хитрость когда мы вышиваем у нас поверхность ткани не всегда остается гениально ровной что сделать чтобы изделие нас радовало и вот здесь вот у меня тоже самое тот же самый принцип я применила нужно картонную заготовку накрыть кучкой в данном случае даже можно и ваты синтепона синтепуха того что у вас есть под рукой и вот эту мягкую подушечку уже обтягивать готовой вышивкой и теперь мы поступим понятным образом также мы делали когда оформляли медальон подвеску сначала мы проложим по кругу шов вперед иголку потом подтянем и у нас получится прекрасное закрепление вот наша подушечка крышечка готова иногда бывает так что синтепон сбивается на какую-то одну сторону и не очень аккуратно получается неравномерно этой беде это не беда поправить можно очень легко смотрите я беру иголку тонкую или толстую все равно вот так вкалываю ее и распределяю синтепон равномерно теперь мне осталось только совместить вот эту вот крышечку вот с этой вот баночкой самые внимательные конечно уже с нетерпением ждут когда же я вооружусь клеевой пистолет вот смотрите как он у меня хранится шнур зафиксирован при помощи резинки и приколота фольга пищевая фольга обычная для чего она нужна пистолет какой бы он ни был качественный какой бы он ни был замечательный всегда немного плачет и для того чтобы защитить поверхность на которой будет стоять стол ваш или где вы работаете нужно что-то подстелить вот сейчас у меня новая красивая ровная фольга а вообще пользуюсь вот так вот все всегда в сборе искать ничего не надо нервничать не надо мне очень нравится очень удобно клеевой пистолет это для нас нечто новенькое и необычное они бывают разные бывают очень маленькие с тонкими клеевыми стержнями и бывают вот такие более основательные как у меня с толстыми клеевыми стержнями я хочу сказать что в данном случае лучше не экономить потому что маленькие дешевые пистолет очень быстро выходит из строя это первое второе я купила пистолет и очень долго боялась начать им работать мне казалось что это так сложно что это вообще невообразимо сложно оказалось ничего сложного нет самое главное берегите руки потому что клей разогревается до ощутимой температуры правила техники безопасности это самая большая сложность которую нас здесь ожидают очень часто остаются такие тонкие следы как иголочки когда мы вытягиваем клей это тоже можно убрать с легкостью эти лишние следы и в этом нам тоже поможет ацетон может сказать сегодняшний главный герой капнула капля клея это значит что клеевой стержень расплавился и уже можно работать внимание если вы не дождетесь этой волшебной капли а нажмете на курок раньше чем нужно и сильнее чем нужно ваш пистолет просто сломается поэтому наберитесь терпения и ждите и теперь осталось только нанести клей аккуратно чтобы не испачкать поверхность и чтобы не обжечь руки еще один нюанс работы с клеевым пистолетом все нужно делать достаточно быстро потому что он застывает практически мгновенно и намертво уже не отдерешь поэтому смотрите вот я наношу на поверхность клей достаточно щедро и самый последний момент я вот так вот провожу пистолетом по поверхности так чтобы снять каплю которая может образоваться и прижимаю крепко вот что у меня получилось но у меня подушечка все-таки достаточно высокая и мне не нравится как выглядит вот этот вот стык я хочу его закрыть закрыть можно разными способами можно кружевом как вот в данном случае просто пришита такая юбочка но у нас же с вами новая игрушка сегодня клеевой пистолет поэтому я вот этот вот край закрою серебряным шнуром подходящим по декору к нашей крышке и вот теперь я буду поэтапно частями наносить клей и сразу же прикладывать шнур вот видите прям две секунды и уже все клей застыл значит уже приклеилась вот этот шнур очень капризный он быстро раскручивается разматывается для того чтобы хвостик его было аккуратным красивым я просто клеем обычным моментом например смазываю конец шнура чтобы он оставался цельным прошли по кругу отрезали шнур и теперь нам нужно вот это вот место стыка очень хорошо приклеить мне не совсем нравится как выглядит стык мы его будем маскировать чтобы у нас была безупречная работа чтобы она нас радовала я сейчас выберу какую-нибудь красивую ленточку завяжу бантик и на это место посажу бантик здорово мне так нравится только что не было ничего и вот уже новая красота существует нашем мире на сегодня все до свидания жду ваших писем откликов счастлива